Приветствую вас. Ключевой момент здесь в том, как мужчина воспринимает ссоры, конфликты, обиды, противоречия. Дело в том, что для многих мужчин подобные проявления, подобные ситуации являются недопустимыми. Именно с той точки зрения, что они делают его слабым. То есть, если мужчина после того, что случилось, выйдет на связь с вами, например, то для него это будет означать слабость, для него это будет означать прогресс, для него это будет означать шаг назад, иногда, может быть, даже прогиб, ну, то есть, точно, он прогнулся под вас, например, например, например. И тем самым сдал свои позиции и тем самым позволил, например, вам собой как-то управлять собой, как-то манипулировать собой, как-то, значит, ну, командовать. И, с одной стороны, здесь мужчина не хочет быть слабым, потому что считает, что это плохо. С другой стороны, мужчина боится, что его перестанут уважать. И, отчасти, он сам перестанет уважать себя, если выйдет на связь после ссоры, после конфликта. Здесь нужно данный аспект стараться понять. Ну, то есть, если ваш мужчина, вот он такой, такого типа, то поделать с этим ничего нельзя, его нужно просто принять, либо не принимать, если вам не нравится, если вы считаете, что подобное поведение неприемлемо. Вот. Но, тем не менее, поменять мужчину не представляется возможным. Существует еще и другое объяснение, другая причина, другие факторы, которые влияют на данное поведение человека. Этот фактор называется тип личности, и в данном случае у вашего мужчины, у вашего молодого человека анальный тип личности, при котором человек склонен вид свой негатив зажимать в себе, тем самым стремясь наказать вас, сделать вас виноватой, таким образом, и тем самым, значит, обелить себя. Про данный тип личности вы можете почитать сами, достаточно просто вбить это в поиски, и вы найдете всю информацию по данному моменту. Вот. Нужно просто понимать, что подобный тип личности на любой конфликт реагирует именно так, по-другому просто не умеет. По-другому реагировать не умеет человек. То есть, не умеет разговаривать, не умеет обсуждать, не умеет заявлять о своих трудностях, о своих переживаниях, о своих чувствах, о своих желаниях, о своих потребностях. А мужчина не умеет это делать. Не умеет, боится, считает, что это плохо, это, опять же, проявление сладости. Так и его воспитали. Я не согласен со своим коллегой, который говорит, что данное поведение является нормальным для мужчин. Я считаю, что данное поведение деструктивно влияет на отношения между людьми и приводит к их разрушению. То есть, вам, Екатерина, например, ничего не остается, кроме как-либо самостоятельно унизиться и написать ему просто потому, что он считает, что вы виноваты. Либо сделать шаг назад и совсем перестать с человеком взаимодействовать. Тогда как, если бы он вышел на связь, если бы он, ну, проинициировал бы диалог с вами, то ситуация вполне могла бы быть более такой продуктивной, более правильной, более перспозитивной. И в этом случае было бы больше шансов именно сохранить ваши отношения, развить их до более высокого уровня. И, соответственно, получать от этого удовольствие и наслаждение. Но этого не происходит. Этого не происходит, потому что мужчина предпочитает себя зажимать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Помните, что выбирая того или иного человека, вы не можете хотеть его поменять. Потому что менять взрослую, сформировавшуюся личность, занятие неблагодарное и требующее много затрат, энергии, сил, терпения, нервов. Поэтому, если вам не нравится такое поведение, то отслеживайте его проявления на ранних этапах и не позволяйте подобным поведенческим аспектам присутствовать в вашей жизни. Если вы считаете, что мужчина такого типа все равно хороший, и что подобный его недостаток не перевешивает в его позитивных моментах, которые вам нравятся, то в этом случае я рекомендую вам самой пойти на примирение и самой начать разговор, самой просить прощения, но только за то, в чем вы действительно ответственны. То есть 50% конфликта и взоры лежит на вас. И вот за свои 50-100% вам нужно отвечать, вам нужно ответить. Это будет справедливо, это будет, в общем-то, без вреда вам, что главное, что очень важно. И, соответственно, если мужчина вам дорожит, то он обязательно оценит ваше поведение, оценит ваш поступок и ответит вам на него. Если нет, то в таком случае можно говорить о том, что это не ваш человек, не ваш мужчина, и вы стали объектом манипуляции, осознанно, неосознанно, это не так важно, что в дальнейшем приведет лишь только к негативу именно для вас. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого-самого доброго и удачи! Продолжение следует...